Теперь давайте на полчасика у вас пересуночное задание. Мы с вами направили уже огромное количество теорий и по пропорциям человеческого тела, по основным пропорциям, и по тому, как ведет себя кузвоночник. И теперь попробуйте как. Старое ваше задание – идущий человек, вид, профиль или три четверти. То есть необязательно точно сбоку изображать. Можно, учтите, задание более трудное – три четверти нарисовать. Проще всего всегда рисовать в простых проекциях. Либо точно в паз, либо точно в профиль. А если вот так под 45 градусов к зрителю или вот так под 45 градусов к зрителю, вы видите, что возникнет у вас сложности. Ну и давайте, идущий человек, с учетом того, что мы с вами говорили и делали, значит, либо в профиль, либо в три четверти. То есть под 45 градусов. Ребята, еще раз я говорю, с одеждой рисовать занятие с ушами неинтересно. Я просто нарисовал мешок сверху предела угол, а снизу сандалия. Вот оно и чего есть, да? По-моему, разрезите. Еще раз? По-моему, разрезите. А вы сначала целиком, прежде чем ваши фантастические разрезы рисовали. Да? Кстати, с точки зрения рисования, смотрел я ваш первый рисунок, где вы еще этого разрезы делали, да? Он удивительно похож на так называемый рентгеновский стиль аборигенов Астралия. Он родился 15 тысяч лет назад на скальные рисунки, когда они это рисовали людей и животных, вот так, как будто они их видят на сквозь. И настолько же фантастичны. То есть на самом деле тело человека уже совсем не так, как вы его изображили. Хорошо, работаем. Какого возраста человека надо рисовать? Любого. Начиная с того, когда он может ходить и не ползать. Задача у нас не ползающего на четвереньках нарисовать, да? А идущего. Хотите трехлетнего ребенка, ради Бога. Хотите подростка, ради Бога. Хотите взрослого, ради Бога. А какого размера? Вовеслись можно? Можно вовесились. Можно достаточно крупный. Хороший вопрос, Володь. Вы запомнили, что пропорциями человека можно выразить его возраст. У людей разных возрастов, пропорции строения тела разные. Вот так сразу не пойдет. Вы слишком-слишком маленькие, чтобы вы рисуете. Берите-ка новый релиз и попробовать хотя бы на поллиста. А объясни, а почему ты не пользуешься собственно, нашими занятиями? Мы сейчас покатим правилом ограничения. Не просто рисуем человечка, как мы его себе представили, да? А сначала рисуем внутренний оконный каркас. Но не обстелять полный смысл этого слова, да? Смотрите. Здесь вот мы стоим, что есть скелетный срок, а просто оконный каркас. А уже потом на этот каркас сверху одеваем внешний вид. Попробуй так. Сначала придать полному каркасу. Опять же. И по этой причине проиграли. Потому что вот эту линию ни у одного человека от нее идет и идти не может. И вот эта линия, устроенная на ней. Сделайте сначала каркас. Никуда не годится. Не используйте материал, который мы на самом деле на занятиях с вами на природе. Делайте сначала каркасовую игру. На этом каркасе как раз выведите все пропорции. Здесь легко вносить все изменения. Помните, что каркасы все нагрузки делают с легкими. Преддайте направление по плану ученику. А уж потом обращивайте путь. Не стремитесь на каркасе изображать кости, как они с вашей точки зрения на самом деле выглядят. Этого не надо, линия. Просто линия, идущая вдоль до ровли нового отдела тела.